В газете «Правда» опубликована статья Сапкора «Лес рубят и бросают». В статье говорится о том, что принятый Путинской Единой Россией и утвержденный Советом Федерации, руководимый тогда Сергеем Мироновым, неизменный председатель партии «Справедливая Россия» Лесной Кодекс, позволил производить массовые варварские вырубки лесов национального достояния нашей страны. Таким образом, плану Путина по уничтожению лесов был дан зеленый свет, и хищники-капиталисты принялись истреблять его, разрушая сложившуюся в результате тысячелетий развития природную среду. Пресечь вопиющую ситуацию в Ленинградской и Вологодской областях, ситуацию, которая ведет к уничтожению целых природных комплексов животных и растений, Оштинской долины, водосбора реки Ошты, решили участники рейдовой бригады КПРФ во главе с ленинградским писателем-публицистом Анатолием Стерликовым. Коммунисты обследовали леса Оштинской долины, документально фиксировали факты вредительского отношения к нашему национальному богатству русскому лесу. Руководитель рейдовой бригады КПРФ, ленинградский писатель-коммунист Анатолий Стерликов за письменным столом в деревенской избе на Вытигорщине. Анатолий Стерликов демонстрирует членам рейдовой бригады «Штабель брошенного гниющего леса на хищнической вырубке Онега Леспрома». Лес рубят и бросают. Документирование фактов преступного отношения к лесу в Вытигорском районе Вологодской области. Коммунисты неоднократно требовали отменить Путинский лесной кодекс, но единороссы, используя большинство в Госдуме, блокировали эти предложения. К большому сожалению, в результате тотальных фальсификаций на выборах 4 декабря 2011 года единороссы вновь набрали в кавычках арифметическое большинство в Госдуме, что не позволит депутатам от КПРФ отменить пресловутый лесной кодекс. А это значит, что вырубки будут продолжаться, но коммунисты не намерены сидеть сложа руки. Мы будем продолжать энергично бороться, Материалы рейдовой группы КПРФ подтверждают, что вывозится незначительный процент вырубленного леса. Мы видели, как лесоистребители использовали стволы огромных деревьев в качестве стройматериала для сооружения переездов через ручьи, месторождения родников и верховые болота, где они и догнивают, отравляя воды Ошта-реки и перекрывая места нереста ценных краснокнижных пород рыб, хариуса и форели. Такая капиталистическая, подчеркиваем, абсолютно хищническая практика лесозаготовок ведет к деградации и гибели родников и ручьев, а также верховых болот, питающих сотни рек, подобных реке Ошта, составляющий водосбор бассейна реки Невы. Как видим, варварские вырубки за 300-400 километров от Петербурга безусловно влияют на качество воды в Неве, которую мы пьем. На этих вырубках уже никогда не будут шуметь хвойные леса. Они зарастут кустарниками и частым мелколесием. Поскольку капиталистическая фирма Онега Леспром не занимается восстановительными посадками, а лесной кодекс Путина вообще не предусматривает лесопосадки. Не сомневаемся, что депутаты коммунисты Госдумы нового созыва, а также депутаты законодательных собраний Ленинградской и Вологодской областей, избранные 4 декабря, в своей депутатской деятельности используют отмеченные фотоматериалы и пошлют руководящим чиновникам соответствующие запросы. Субтитры создавал DimaTorzok